Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о ароматах Клои. У меня набор из миниатюр, в который ходят три аромата этой марки. Я долго собиралась... Ну, нужно всегда вдохновение, когда ты там что-то делаешь, те же видео, да? И вот, наконец, у меня пришло вдохновение. Я разносила эти ароматы и хочу с вами поделиться своим мнением. Это набор миниатюр. Мне привез муж уже давно, достаточно из дьюти-фри. Сюда входят ароматы Клои Eau de Parfum в количестве двух штук. Почему-то вот так они положили. L'Eau de Chloe Eau de Toilette и Roses de Chloe Eau de Toilette. Вот такая вот красивая коробка нюдового цвета. Очень такой плотный, приятный картон. Красивая коралловая лента. Ну, оформление очень приятное. Внутри, значит, мы открываем папиросную бумагу. Я обожаю папиросную бумагу. Для меня папиросная бумага, это вообще-то... Если одежду заворачивают в магазине и в папиросную бумагу, я балдею. Мне нравится. Не знаю. Шур-шур. И вот этот набор. А, нет, знаете, здесь две розы и два классических Клои. А туалетная вода только зелененькая одна. Вот этот набор. Дико популярный бренд. Очень много у него почитателей, много поклонниц. На многих я улавливала этот шлейф. Видимо, поэтому у меня было к нему такое, ну, непредвзятое мнение. Нет, просто мне никогда не хотелось ими обладать. Ну, уж слишком это популярно. Но, соглашусь, ароматы классные. Ароматы, вот что мне в них нравится, они очень ладно скроенные. Они очень такие цельные, яркие, дико стойкие, дико шлейфовые. Я не ожидала вообще такой стойкости, такого прекрасного шлейфа, вот честно. Но это вообще на высоте. Давайте начнем, наверное, с классического Клои, Eau de Parfum. Вот такая маленькая, красивая. Очень красивые, да, флаконы. Немного ретро, вот это вот граненое стекло с лентой. Такие подевичьи, элегантные. Аромат о цветах. И аромат такой с кислинкой. Кислинка, видимо, передает вот это вот что-то в личи или какой-то фрукт кислый. Но на старте, на старте я чувствую эту ноту очень резко. Вообще, кстати, этот аромат достаточно резкий, достаточно такой для меня вот какой-то отчаянный. И он вот реально, ну, дерзкий аромат. Аромат громкий, аромат вот прям такой порывистый. Аромат напомнил мне такую охапку, охапищу просто цветов, туберозы, какие-то еще, жасмин, белые цветы, лилии. В общем, все такие яркие, ярко-ярко пахнущие цветы. С фруктовыми тоже нотами. И вот этот вот огромный-огромный букет. И вот такая нереально красивая девушка, женщина идет, волосы развиваются, несет этот букет. И вот это вот олицетворение для меня вот этого аромата. Не знаю почему. Очень хороший шлейф. Я когда его носила, у меня муж спросил, что на тебя, что ты носишь сегодня? Я говорю, ну вот я пробую вот Клоя. Он говорит, говорит, пахнет стервозно. Ну, я не знаю, как может аромат пахнуть стервозно, но вот такой был комментарий. Не знаю, комплимент это или не комплимент. Ну да, аромат, знаете, такой немножко авантюристки, мечтательницы, искательницы приключений, бунтарки, опять-таки, свободолюбивой, яркой, интеллектуальной женщины. Вот он вот переливается всеми гранями, знаете, он такой же переменчивый, такой же разный, как и мы, собственно, женщины. Вот такая у меня какая-то ассоциация с этим ароматом. Он самый яркий вот из этой линейки, которая у меня есть. И самый, наверное, такой классический звучащий. Очень красиво тут классично звучат цветы. На старте я все так еще могу различить, но потом уже, когда сердце база, там уже вообще ветер, романтика. Я вообще уже не различаю никакой ноты, просто я отдаюсь процессу и наслаждаюсь вот этим вот порывом цветочно-букетным фруктовым волнам. Дальше аромат розы с дохло... ну, с розой, короче. Роза Клоид. Я очень люблю миниатюры, но я очень не люблю из них доставать... Все, достали. Я помню, мне рекомендовали его мои подписчицы, когда я просила аромат с розой, какой-то очень натуралистичный. Да, здесь очень натуралистичная, очень такая звонкая, нежная, утренняя, только распустившаяся роза. И она вот прям вот сразу пахнет, знаете, он немножко акватический, немножко такой... Такой... он вообще не приторный совершенно. Свежий. Такой, знаете, очень нежный, кремовый. Все это, да, сбрызнуто такой вот прям океанической, немножко солноватой водой для меня. И вот во всем этом очень красивая роза. Я, когда его только нанесла на себя, я подумала, все, надо срочно, надо покупать. Но, к сожалению, этот эффект такой яркий. На моей коже очень быстро сошел на нет, и как бы в базе, в сердце, и потом уже в базе я слышала слегка какой-то отголосок этого аромата. Потом вот как-то он на мне замыливался, совершенно оказался нестойкий и не шлейфовый, в отличие от первой, вот, первой Клои. Вот такое у меня мнение об этом аромате. Да, может быть, он хорош именно вот на лето, вот как у нас был. Ну, знаете, чтобы сказать, что я прям бегу и вот покупать его, наверное, все-таки нет. Следующий аромат, и он мне понравился больше всех. Это лёда Клои, зелёненькая жидкость, и он мне дико понравился. Лёда Клои. А он похож на классическую Клою, но он горький. Он с горчинкой, он... Не знаю, может быть, я ошибаюсь. Может быть, он шипровый даже где-то. Вот мне он как-то... Есть в нём какая-то шипровость, горечь, колкость, свежесть. Какая-то немножко будто деревянная база есть. Видимо, поэтому он мне понравился, потому что я очень люблю шипры. Он классный. Вот он классный, он очень интересный. Он такой вот прям свежая струя, которая потом раскрывается очень богатой, несмотря на то, что это туалетная вода. Очень богатая, очень стойкая, шлейфовая. Ну и знаете, мне понравился вот на жаркую погоду, как у нас сейчас, на лето. Я бы с удовольствием даже приобрела бы этот аромат. Он вот звонкий, какой-то вот юный, как, знаете, когда наливаете какую-то газированную воду такую вот, минеральную. И вот так шипит, туда кидаете лёд, лимон. И вот от этого аромата какое-то такое вот ощущение, когда вы уже готовы проглотить, сделать первый глоток этой освежающей жидкости, этой воды. Вот для меня вот этот аромат Клои, лёда Клои, вот он вот какая-то такая у меня с ним ассоциация. На этом всё. Пишите о ваших любимчиках у Клои. Мне однозначно ароматы понравились. Я с удовольствием их ещё попробую на прохладную погоду. Наверняка в прохладной погоде и роза будет звучать намного, может быть, дольше и как-то по-другому. И классический аромат, я думаю, будет кардинально по-другому звучать. Очень интересно. Подождём, увидим. Всё. Всем пока. С вами была Алёнка Блок. Чао-чао. Пока.